МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Топтание на месте. Международный комитет защиты журналистов презентовал отчет об убийстве Павла Шеремета. Что рекомендуют следствию? Сними неприкосновенность, если сможешь. Вчерашнее представление под куполом топ тема дня в парламенте. О лишенных иммунитета и не лишенных говорят во всех фракциях. А вот возле здания Рады громкие лозунги уже не звучат. И сотен активистов, обещавших стоять до победного на Грушевского, сегодня не больше десятка. И то, скорее, для проформы. Хотя в парламенте сериал лишения неприкосновенности еще не завершился. В регламентном комитете рассматривают еще одно представление на нардепа. Но об этом чуть позже. А пока напомню, как же вчера лишали неприкосновенности нардепов. Счет 3-2 в пользу Генпрокуратуры. Хотя там откровенно надеялись на стопроцентную победу. Без иммунитета остался Олесь Довгий из воли народа и два фигуранта так называемого янтарного дела. Фронтовик Максим Поляков и уже бывший член БПП Борислав Розунблат. А вот для снятия неприкосновенности с фронтовика Евгения Дейдея и радикала Андрея Лозового голосов не хватило. Все напоминало схему «ты мне, я тебе». Народный фронт неохотно давал голоса против радикала, а из подопечных Ляшко всего один согласился отнять иммунитет у фронтовика. Была ли здесь договорная взаимовыручка между потенциальными союзниками, остается догадываться. А сегодня парламентарии гадали, чем же им заполнить время до заветных каникул. Повестка дня пуста, вот и обсуждают представление в здании под куполом. Что нового в оценках, смотрите в моем материале. После вчерашнего насыщенного голосования за коллективное снятие неприкосновенности в Раде не упускают возможности сказать несколько слов о результатах. Из пяти нардепов вдвое радикалы фронтовик так и остались в статусе неприкосновенных. Но для одних фракций это успех, для других – провал. Вчера вся Украина отримала поименный список людей, которые готовы начинать себя, и поименный список людей, которые сохраняли и сохраняют круговую поруку. Вперше в истории Украинского парламенту правлячая коалиция и большие фракции дали сгоду и парламент проголосовал за знание депутатской недоторканности членов коалиции. Вчера абсолютная ганьба, которая творилась в стенах парламенту, что до знания дотроканности показало одно – страх, повальний страх большинства депутатов, которые не поддерживали эти решения за себя. Это означает, что политическая коррупция никуда не снипла. У фронтовиков из двух нардепов один остался неприкосновенным – дей-дей. Сама же фракция голосовала 50 на 50. Ну и это повод для громких заявлений. Кроме фронтовика Дзензерского на статус прикосновенного претендует и оппозиционер. Сегодня регламентный комитет намерен заслушать позицию генпрокуратуры и завтра вопрос уже появится в повестке дня. Я сам буду просить депутатов в зале снять с меня неприкосновенность. Я хочу, чтобы не было никаких спекуляций на эту тему. Мы с вами стали свидетелями за последние две недели не просто громких скандалов, мыльных опер. Я эту оперу назвал «прокуроры тоже плачут». Кроме обсуждений вчерашних голосований и завтрашних в Раде и поговорить-то не о чем. В повестке дня вопросы ратификации, но четверг обещают быть не менее насыщенным, но уже законодательно. Завтра попытаются и пенсионную реформу провести, и медицинскую, и поправки к бюджету. В казне появились дополнительные миллиарды. Теперь вопрос, каким отраслям они достанутся. Перевиконание по акцизам у нас 25 миллиардов гривен плюс спецконфискация 11. Если есть такие доходы, то основное вопрос, как их потратить. Как было, так и остается 14 миллиардов гривен на погашение дополнительных субсидий. Но эти 11 миллиардов спецконфискации, которые идут на спецфонд, в первую очередь на оборону, эти вопросы сегодня будут продолжать больше. Там идет также решение РНБО относительно направления денег на оборону. И мы будем очень детально смотреться на то, чтобы деньги, которые мы выделяем на оборону, ишли именно на эти цели, а не разкрадались, потому что на самом деле там уровень коррупции также очень серьезный. Будут пытаться власть показать, что это изменения в бюджет направлены на необходимость увеличения субсидий и направления средств на разницу в тарифах. Но под этой ширмой будет попытка, и я думаю, что это главная задача, провести те расходы. Это увеличение расходов на прокуратуру, это увеличение расходов на вооруженные силы. Вчера бюджетный комитет обсуждал расходные статьи до ночи, сегодня обещает окончательно все согласовать. Ну а проект медицинской реформы рискует в зале вообще не появиться. В документ внесли порядка 400 правок, что в корне изменило предыдущую версию закона. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Ну а после утреннего заседания депутаты разошлись по комитетам. Кто на заседании в бюджетный, кто в регламентный, где рассматривали представление ГПУ о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина. Стороны не только выдвигали аргументы, но и кино показывали. Два фильма, две версии. Среди зрителей был и наш корреспондент Александр Васильченко. Зал регламентного комитета заполнили журналисты. Все в ожидании нардепа Михаила Добкина. На заседании парламентарий пришел в сопровождение двух адвокатов и коллегий по фракции Нессора Шуфрича. Еще в ходу заявил, ему есть чем удивить обвинителям. Сумел подготовить еще ряд серьезных доказательств о том, что прокуратура фальсифицирует документы, обманывает общественность и придает недостоверную информацию членам регламентного комитета и голове Верховной Рады. Я такое кино снял. Не хуже, чем с агентом Кати. Но со своим кино первым начал генпрокурор. На видео информация о якобы незаконных схемах, с помощью которых в 2008 году Добкин, тогда еще мэр Харькова, отдал в частную собственность двум кооперативам 78 гектаров земли. И по версии следствия проталкивал в горсовете земельные голосования в пользу определенных лиц. По официальным документам участки предназначались для улучшения жилищных условий. Но люди, которые якобы входили в кооперативы, продолжают жить в общежитиях. А на этих землях выросли многоэтажки. Ущерб государству в ГПУ оценивают в 226 миллионов гривен. Следствие вважает, что в действиях головы Харьковской стороны Пану Добкину, вважающего знаки сприятия, покраски и распространения коммунальной властности, особенно в крупных розборах. Прошу дать дозвину на вытягивание Пану Добкина документальной вибридальности, его затримания и арест. В фильме Михаила Добкина все иначе. Возведенные многоэтажки на самом деле находятся на заброшенных пустырях. Сотни рабочих мест и миллионы в бюджет города. Нардеп свою вину категорически отрицает. Заявляет, кооперативы создавались законно. Вопрос о предоставлении им земли в регламент горсовета вносили за месяц до сессии. Повлиять на голосование, говорит Михаил Добкин, он не мог, поскольку все они проходили тайно. Я могу сказать, что кроме желания свести со мной счеты, я не видел больше ни одного доказательства из выступления генерального прокурора, которое бы подтверждало мою виновность. В конце своего выступления Добкин продемонстрировал портрет первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Нардеп считает, нельзя в современной независимой Украине подозревать чиновников в нарушении закона, принятого в 1980 году. Те законы, по которым меня пытаются привлечь к ответственности, они принимались при лените лечеб. Это дело не закончится ничем, потому что любая статья, которая подразумевает мошенничество, здесь должен быть потерпевший. Покажите мне потерпевший. Кто потерпел? Потерпела территориальная громада, получив 6 тысяч квартир. В свою очередь Луценко заверил нардепа, что следствие проверит, кто вселился в построенные дома. Когда мы проанализируем, кто живет в этих, как вы говорите, скромных домах, мы увидим всю элитию. Деючих депутатов Верховной Ради, колишних и нынешних прокурорей, колишних и нынешних судов, колишних и нынешних працівников милиции и полиции. Могли вас видеть эти вопросы, почему никто не протестировал, никто не сможет пройти эти вещи. Поэтому тут на судовом, сначала сейчас права, а потом на судовом заседании суд встановлено, че была схема Шахрайская, а мы будем доводить, что так была. После совещания регламентный комитет принял решение. Обвинения против Добкина аргументированы. Голосовать и снять иммунитет от нардепа в парламенте будут уже завтра. Александра Васильченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. А вот уже лишенным неприкосновенности Разумблату и Полякову завтра будут вручать подозрения. Для этого генпрокурор вызвал обоих депутатов к себе в офис на 14.30. После этого, по его словам, нардепами займется антикоррупционный прокурор. Депутаты из БПП обсудить тему представления генпрокурора решили на заседании фракции. А кроме этого поговорить о судебной и пенсионной реформах. На свою встречу пригласили и премьера Владимира Гройсмана. Зачем? Об этом нам расскажет Наталья Савченко. Она на прямой связи со студией. Наташа, здравствуй. Расскажи, что тебе удалось узнать и пришел ли премьер? Добрый вечер, студия. В эти минуты продолжается заседание фракции Блок Петра Порошенко. На нем также присутствует премьер Владимир Гройсман. Главный вопрос на повестке – пенсионная реформа. Фракция Блок Петра Порошенко приняла решение, мне кажется, одноголосно, поддерживать в первом учреждении пенсионную реформу от уряда. Мы сейчас продолжаем говорить о детях, о том, что мы осуществляем пенсии, о том, что миллионы украинцев, 9 миллионов украинцев получают увеличение пенсии, кто-то на 100 гривен, а кто-то на 1000 и даже больше. Медицинскую реформу, говорят народные избранники, перенесут на осень. А вот обсуждение изменений в бюджет уже в самом разгаре. Распределяют немалую сумму. В этом году профицит бюджета – 27 миллиардов гривен. Кроме этого, 29 миллиардов конфискованных у беглого президента Януковича. Конфискованные деньги, так называемые Януковича, так и из общего бюджета будет идти на безопасность и оборону. Это и на строительство житла, казарм, малосимей для офицеров и для солдат-контрактников. Это и строительство, и ремонт заводов, и строительство завода по производству боеприпасов. Это и камеры, это и оптика, и так далее, и так далее. Это и додатковое финансование национальной полиции. Это и 4 миллиарда денег на сельскую медицину. До конца этой недели парламентарии планируют проголосовать пенсионную реформу в первом чтении. А уже завтра будут решать, продолжать работать в Верховной Раде или уйти на летние каникулы. На данный момент это вся информация. Студия. Наташа, спасибо за детали. Наталья Савченко рассказала о подробностях заседания фракции блока Петра Порошенко. О скорейшем принятии пенсионной реформы в первом чтении говорил сегодня и премьер на заседании Кабмина. Владимир Гройсман заявил, что надеется на позитивное голосование. Кроме того, вспомнил о нашумевшем уходе лоукостера Райнеер с украинского рынка. И предложил перевозчику для начала остаться во Львове, раз пока не удалось договориться с Бориспорем. При этом проведут аудит уже прошедших переговоров. К слову, стало известно, что министр инфраструктуры все же подал представление на увольнение директора аэропорта Борисполь. На заседании Кабмина решали и финансовые вопросы. Выделили 50 миллионов гривен для Львовской облгосадминистрации на борьбу с мусором. Но не все министры готовы помогать львовянам. Вы хотите профинансировать вывоз львовского мусора за государственные деньги. А львовский городской бюджет пусть почувает себя спокойно. Львов будет сплачивать все, что касается вывезения, тарифов и так далее. А эти 50 миллионов мы направляем облгосадминистрации, чтобы те полигоны, на которых пока что тимчасово вывозят, за межами города Львов, привезти в нормальный состояние, помогать их поддерживать деятельность. Все 100% финансирования всех проектов должны выполнить за счет местного бюджета Львова. Там есть достаточно денег, но там, где нужно, чтобы государство помогла, мы всегда поможем. А во Львове очередные обыски. На этот раз сотрудники СБУ и нацполиции нагрянули прямо в мэрию. По информации ее прислужбы, обыскивали Департамент экономического развития и управления коммунальной собственности. Интересовались также кабинетом Геннадия Васькива, это заммэра Садового. Вон он возглавляет комиссию, которая расследует аферу с недвижимостью, когда 40 объектов в центре города перешли из коммунальной собственности в частную. В июне полиция задержала двоих подозреваемых по этому делу Сергея Соболя и Артема Шпоту. Последнего суд отпустил под залог в 240 тысяч гривен. Горсовети обещали прокомментировать ситуацию в течение дня, но потом перенесли брифинг. Ничего не говорят и правоохранители. Проводятся следующие действия, закрытого типа, которым мы не можем информировать, засуга с информацией на данный час. Сегодня же сотрудники СБУ пытались провести обыск во львовской квартире нардепа от самопомича Любамира Зубача. Информация об этом появилась на странице политсилы в фейсбуке. Когда правоохранителям объяснили, что подобные действия без согласия Верховной Рады незаконны, люди, которые представились сотрудниками СБУ, от своих намерений отказались. Самопомич сообщает, что во время телефонного разговора Зубача с руководителем СБУ Василий Грицак заявил, санкций на обыск не давал. Обыскивали сегодня и центральный офис Укрэнерго. Подозревают, что руководители осуществляли госзакупки по завышенным ценам. Уголовное производство открыли еще в апреле. Правоохранители дежурят у входа. Утром сотрудников не пускали на рабочие места. Больше знает Лина Зеленская. Рабочий день Ольги, как и остальных 500 сотрудников Укрэнерго, начинается в 8 утра. Сегодня женщина пришла в офис на полчаса раньше. И, по ее словам, в кабинет неожиданно ворвались вооруженные люди. Когда пришла, я хотела заниматься работой, а до меня подошел человек в военной форме. И запропонувал мне выйти из моего рабочего места, из кабинета, залишить телефон, позволил взять с собой сумку, не позволил вымкнуть компьютер. Пояснений, что до того, с какой причины я маю покинуть свое рабочее место, никаких не было. Официальная причина обысков – следствие по делу о злоупотреблении служебным положением руководством Укрэнерго. Речь идет об организации закупок товаров и услуг по завышенным ценам. Добро на обыски дал Печерский райсуд. У Укрэнерго все обвинения опровергают. У нас фактически обвиняют в действительности нашей институтной деятельности, планувание развития энергетических систем, планувание инвестиционных программ, их выполнение. Это в чистом виде прессинг. Обыски сегодня проводили не только на предприятии, но и дома у руководителя Укрэнерго. Были обшуканы абсолютно все помещения, допомяжные, господарские, туалеты, все что угодно. Все вылучили? Вылучили три старых, багаторичных, непрацующих ноутбуки. Работа сотрудника возобновилась около 9 утра. Кроме тех, у кого в кабинете проводили обыски. Работаем в штатном режиме, всю работу выполняем как положено. Мы пытались выяснить в Генпрокуратуре какую-либо информацию о ходе следствия и результатах обысков. Но там пока ничего не комментируют. Не захотели общаться и в полиции. Лина Зеленская, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Накануне годовщины гибели Павла Шеремета Международный комитет защиты журналистов представил свой отчет о ходе расследования этого дела. Украинских правоохранителей раскритиковали жестко за отсутствие результатов и непрозрачное расследование. Детали в сюжете. Отказ от правосудия. Расследование убийства Шеремета в Украине не принесло результатов. Так называется представленный сегодня в Киеве отчет комитета защиты журналистов. Крупнейшей международной организации, защищающей представителей СМИ. Отчет сначала представили на пресс-конференции, а затем уже перед депутатами. На заседании парламентского комитета по свободе слова. Критику в адрес властей журналисты не скрывали. Мы не увидели достаточной политической воли властей страны для расследования этого запутанного и сложного дела. А именно должного понимания со стороны тех, кто руководит этим процессом. Что это дело должно быть национальным приоритетом и иметь полную поддержку всех политических институций. Украинских правоохранителей обвинили в нежелании раскрывать детали дела. В комитете всерьез обеспокоены и установленными фактами слежки за журналистами украинской правды. Есть некое ощущение, что расследование этого дела сейчас оказалось в ситуации, когда, как говорят, можно выйти на самих себя, а не расследуют действия своих же коллег. Есть много других журналистов в Украине, которые запуганы, которым страшно, им нужна ваша защита. За последние годы в Комитете защиты журналистов зафиксировали рост угроз в адрес журналистов в Украине. По словам Алана Расбриджера, там неоднократно получают сообщения о запугивании представителей СМИ и препятствовании их работе в Украине. В ответ депутаты заявили, не раз приглашали министра внутренних дел для отчета о ходе расследования убийства Шеремета и другим резонансным делам. Но тот попросту не являлся. Я хочу звернутися публічно через засоби масової информации до Арсена Авакова с вимогой прийти на День Уряду в пятницу до Верховной Ради Украины и отзвитовать про ход расследования этого дела. Рек прошел, мы хотим знать, общество хочет знать, что происходит в расследовании этого резонансного злочину и почему до сих пор общество не информировано про ход расследования. Не расследование убийства Шеремета, так и других резонансных дел, а они проанализовали все, и Интер, и страна, и убийство Олеся Бузини, и напады численные на журналістов на всей территории Украины. Украины подобные сегодняшние дії украинской влади по отношению до журналістів, по отношению до свободы слова дуже серьезно підривають довіру, рейтинг і віру взагалі в Україну як демократичну державу. Публічно отчитатися о ході расследовання этого резонансного дела правоохранителей призвал і президент України. Ещё вчера Пётр Порошенко встретился с родственниками Павла Шеремета і авторами отчёта. Глава государства заявил, сделає все от него зависящее, щоб провести полне і прозрачне расследування гибели журналиста. Олексій Пшимыський, Вадим Свиридонов. Подробности – телеканал «Интер». Разгул преступностей в Києві с погонями і перестрелками. За минувші сутки в столице – 5 разбойних нападений. Как минимум два происшествия с применением оружия. В Голосейському районі преступники открыли огонь по машині, водитель котрій ввоз 2,5 млн грн. Владельці автомобиля ранили і отобрали сумку з деньгами. По данным сайта ДТП-ЮА, пострадавший пытался догнать грабителей, однака его остановили патрульные, а вот преступников они упустили. Ещё одна перестрелка над Днепровской набережной. В ходе словесной перепалки один из двух мужчин выстрелил из травматического оружия и пытался скрыться на автомобиле. Только благодаря свидетелям, которые выследили его, полицейским удалось задержать злоумышленника. Выяснить детали ЧП мы пытались в Главном управлении нацполиции в Києве, однака на многочисленные телефонные звонки и запросы нам так никто и не ответил. Правительственный квартал в центре Києва был с самого утра перекрыт, а у здания генпрокуратуры усилили меры безопасности. Что же произошло, пыталась выяснить Юлия Жешко. У входа в ГПУ колонна из 50 правоохранителей. Через час в правительственном квартале почти столько же нацгвардейцев и 6 нарядов полиции. Приёмная генпрокуратура экстренно прекращает работу. Желающие подать документы сделать это не могут. Двери закрыты. Я подъехала, двери закрыты. Уже охоронец мне на входе в прокуратуру сказал, что подходите после обеда. А в связи с чем? Ничего не пояснили. В связи с тем, что происходит. И документы я сдать не могу, но я могу ехать назад, потом вернуться. Что произошло и почему в центре города десятки копов и военных, ни в генпрокуратуре, ни в полиции не объяснили. Но нашей съемочной группе всё же удалось выяснить некоторые детали. У здания ГПУ некие активисты в камуфляже планировали митинг. Всего около полусотни человек. Правоохранителей было вдвое больше. Люди вели себя вполне миролюбиво, но все были задержаны. Обыскивали прямо на месте. Несостоявшиеся митингующие нам рассказали. Протест планировали мирный. Считают, что власть должна пересмотреть отношения к воинам АТО. Правда, во время интервью лица прятали. Задержанных в сопровождении наряда отвели в Печерский райотдел. Полицейские свои действия комментируют неохотно. Дескать, сигнал поступил. Надешел выклад. Неведомые люди в камуфляжах. Мы отреагировали. Сейчас людей опитывают, отпустят. Три часа для установки их особи достали. Все остальные комментарии до нас, до ЦГЗ. Позже нас попросили освободить территорию и снимать запретили. Ответы на наши письменные запросы правоохранителям с просьбой объяснить произошедшее мы так и не получили. Юлия Жешко, Василий Миновщиков. Подробности. Телеканал Интер. В зоне АТО сегодня погиб украинский военный. Это произошло во время обстрела в Зайцеве. Со вчерашнего дня боевики заметно активизировались на всех направлениях. А в районе Авдеевки взрывы теперь слышны даже днем. Самая горячая точка традиционно промзона. Оттуда репортаж Ирины Баглай. Дачи видим. Видим откуда стреляют. Вот это вот их позиция. Снайпер иногда кошмарит. Вот бойницы даже видишь? Вот окошко. Огневая позиция боевиков в полусотни метров от нас. Но чтобы выглянуть и разглядеть ее, у нас есть буквально несколько минут. Российские наемники, вопреки договоренностям о тишине, в любую минуту могут открыть огонь. А любимое оружие малого калибра у противника на промзоне – противотанковое ружье. И от него не спасут кирпичные стены. Это винтовка противотанковая, которая была разработана в 1937 году и применялась во Второй мировой. Сейчас ее применили как снайперскую винтовку. Выставим все, вот сейчас я выйду вот сюда вот, и это сто процентов, что меня снимет снайпер. Вражеские снайперы достают наших пехотинцев из-за домов. Здесь по-прежнему нет такого понятия, как «безопасная зона». Над головой прям летали, видно, что прицельно ребята с блинтажа выходили и щелкали прям целенаправленно. Хотя мы не стреляли, никого не трогали, можно сказать. Занимались своими повседневными делами. Передвигаясь по промзоне и днем слышим одиночные взрывы. Вот такой взрыв – это боевики проводят инженерные работы. А вот под вечер под них маскируют уже огонь из своих минометов. Веселая ночь, начиная с 8 вечера и до 12, до 2, до 3. Вчера кошмарили нас до 3. 8 приходов СПГ, 6 приходов миномета 82-го. Днем закапываются, держа на прицеле украинских военных, а ночью ведут провоцирующий огонь. Хоть и из малокалиберного оружия, но не менее опасного. Я считаю, что это, наоборот, небезопаснее, потому что эта тиша, после нее, обычно, и какие-то загострения. Поэтому то, что мы радуем, что тиждень-два стреляет только кулемет, або крупнокалиберный кулемет, я уверен, что через тиждень-два начнут работать и минометы, и самоходные артиллерийские установки. Пока политики договариваются о тишине, на передовой все больше полагаются на свой боевой опыт. К войне надо быть готовыми всегда. В случае угрозы жизни наши солдаты могут дать ответ. И тут на вес золота приспособление, позволяющее остаться невидимым для врага. Вот что нам не хватает здесь. Это пламя-гаситель. Ночь у меня, если я стреляю без него, меня видно. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк, из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Прекращение АТО и оккупированный статус. Появился текст закона о восстановлении суверенитета над отдельными районами Донбасса. Что интересно, обнародовали документ не в официальных источниках, а в интернет-издании Громадске. Законопроект, напомню, планировали рассмотреть на заседание СНБО 10 июля, но затем отложили. Документ, в частности, дает президенту право использовать армию без объявления АТО. Такие полномочия уже назвали небывалыми в оппозиционном блоке. Там считают, что именно из-за этого законопроект не нашел поддержки у западных партнеров. В своем заявлении партия советует вернуться к выполнению минских соглашений и предлагает помощь в подготовке законов о статусе территорий и особенностях проведения там выборов. Американцы похвастали своими томогавками. В Одессе они устроили экскурсию на крейсер, вооруженный этими ракетами. Впрочем, на украинском флагмане Гетминса Гайдачный тоже было что показать. Что еще было интересного на международных учениях, Сибрис расскажет Андрей Анастасов. В МС США в этом году прибыли на Сибрис на двух боевых кораблях. В Одесском порту пришвартовались эсминец Керни и крейсер Хуя-Сити. Капитан последнего не без гордости рассказывает, длина судна почти 200 метров, экипаж свыше 300 человек, на борту 4 двигателя мощностью 60 тысяч лошадиных сил, есть вертолеты и, конечно, масса вооружения. На борту моего корабля 122 ракеты, стандартные, торпедные. И кроме того тамогавки, с их помощью мы можем выполнять абсолютно любые задачи по организации противолодочной и противовоздушной обороны. А главное, способны все это делать одновременно. Свой запас вооружения сегодня продемонстрировал и флагман военно-морских сил Украины фрегат Гетман Сагайдачный. Это зенитно-ракетный комплекс ОСА, способный поражать как воздушные, так и надводные цели. Журналистам также показали установки с реактивными снарядами и рассказали, для чего они предназначены. Это могут быть подводные цели, средства движения, подводные диверсанты. И они могут быть использованы при обороне от противокорабельных ракет. Сегодня же в рамках Сибриз прошло несколько тренировок. Канадские и британские водолазы искали мины, прикрепленные к днищу корабля. Украинские пограничники демонстрировали, как обезвреживают в море контрабандистов. А американские саперы показывали роботов, маленького и большого. Этих роботов мы используем, когда, к примеру, на расстоянии нужно обезвредить самодельную бомбу. Особенно, если это происходит в городе или в труднодоступных местах. На следующей неделе начнется активная фаза учений. Кульминацией станет борьба с условным противником в открытом море. Его роль сыграет турецкая подводная лодка. Масштабные учения, как запланировано, будут проходить не только в акватории Черного моря, но и на полигонах Одесской и Николаевской областей. Завершится Сибриз в конце июля. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Вы смотрите подробности и вот что будет во второй части программы. Бесплатный адвокат. Суд по делу госизмены Януковича опять перенесли, что на сей раз. ЧП в транспорте. Как получилось, что техническая жидкость во львовской маршрутке попала на людей? Не подбирая слов, что сказал глава МИДа Великобритании об условиях Брекзита и чем это может аукнуться. Без обвиняемого и с адвокатом за госсчет. В Волонском райсуде Киева прошло очередное заседание по делу о госизмении Виктора Януковича. Слушание длилось всего 20 минут. За это время новый адвокат беглого гаранта, юрист Центра бесплатной правовой помощи Виталий Мишечек, убедил суд дать ему три недели, чтобы ознакомиться с делом. Напомню, госзащитника Януковичу предоставили, когда он отозвал своих адвокатов. Я не имею физической возможности ознакомиться с четырьмя томами каждый день. Это все равно, что прочитать четыре книжки по 250 сторинок за день. Мне нужно будет поспілкуваться с самим Виктором Федоровичем Януковичем, а также с предыдущими защитниками, чтобы у нас не разнилась позиция по делу. Наступность судового заседания будет 3 серпня. Я считаю, что мы начнем изучать материалы криминального проведения с доказаний с стороны обновлечения. Все наявные доказания, мы считаем, что их достаточно для доведения вины обновлечения Януковича. О 34-летнем Виталии Мишечке известно немного. Родился в Донецкой области, юридическую практику начал 5 лет назад. А перед этим успел поиграть в составе мариупольского футбольного клуба «Азовсталь». Процесс по делу экс-главы Госфининспекции Николая Гордиенко должен быть публичным. Этого требовал в окружном суде Киева народный депутат Сергей Каплин. Сегодня состоялось заседание по его заявлению. Нардеп уверен, что дело Гордиенко зашло в тупик из-за того, что на суде оказывает давление бывший премьер Арсений Яценюк. Лидер социал-демократов уверен, что Яценюк сам должен предстать перед судом за уничтожение органа, который расследовал его схемы. Николай Гордиенко выступил на заседании в качестве третьего лица. Он уверен, публичное рассмотрение значительно продвинет дело вперед. Народным депутатам Каплина было подано хлопотание к суду. И до сегодняшнего дня никаких решений не было принято. Мы будем настоювать на то, чтобы оно было открытым, чтобы вся страна онлайн видела ступень ответственности суддей и как изменилась судовская система протягом последних лет реформ. Другая позиция Гордиенко, который продолжает бороться, несмотря на стежение с боку мафии Яценюка, на тиск, на освобождение Гордиенко и его заявки, это голка в яйце, где сховано жизнь и спокойствие Кощея Яценюка. Показал и потерял. В Черновцах ограбили председателя областного хозяйственного суда. Причем унесли бандиты ровно столько, сколько было указано в электронной декларации. Удалось ли задержать грабителей и какие еще странности у этой истории узнавала Ольга Паломарюк. Все произошло около шести утра. Жена председателя Черновицкого областного хозяйственного суда вышла во двор. В этот момент на нее напали двое мужчин в масках. Приставили нож горла и потребовали сказать, где деньги. Мол, в декларации Борис Желик указал приличные суммы. 25 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Еще двое направились в дом. Судья спал. Ему заклеили роскочем и стали угрожать автоматом. Застосовавши до господаря электрошокер, разбойники связали их. Погрожившись насильством, нападники заволодели грошима в сумме эквивалентной майже 330 тысяч гривен. Забрав деньги, неизвестные скрылись. Сам Борис Желик, несмотря на произошедшее, пошел на работу. Мы попытались взять у него комментарий, но от общения судья отказался, сославшись на плохое самочувствие. Голова нашего суду Борис Иерархов Желик в районной работе в эмиссии слухает справы. И на данный момент суд пройдет в штатном режиме. А вот соседи Желика оказались более разговорчивыми. Говорят, преступления в этом районе нередкость. Люди здесь живут не бедные, но таких дерзких ограблений не помнят. Бывает, недавно, может, осенью было пограбление моих соседей. В социальных сетях пользователи активно обсуждают произошедшее. Некоторые сочувствуют суде, но большинство считают, что ограбление могло быть инсценировано. Мол, нападавших до сих пор не нашли, да и вообще в этой истории много непонятного. А главное, не станут ли подобные нападения поводом для отмены электронного декларирования доходов чиновников и судей. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. В Днепре попался на взятки таможенник. Один из руководителей поста требовал у бизнесмена 12 тысяч долларов. Взамен обещал оформить товар без проблем. Поймали его во время получения второй части взятки почти 7,5 тысяч. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы. Обожглись в рейсовой маршрутке. Во Львовской области в автобусе взорвалась система охлаждения. Пять человек оказались в больнице, в том числе две девочки, семи и восьми лет. Старшая в тяжелом состоянии в реанимации. Еще легко отделались. Семилетняя Юлия и ее мама не могут прийти в себя от шока. Поездка рейсовым автобусом Львов-Гусли едва не стала для них роковой. Пассажирка рассказывает, маршрутка была переполнена. На одном из участков дороги был крутой подъем. Водитель, видимо, понял, что двигатель перегрелся. Остановил автобус и попытался долить воды в систему охлаждения. Но не успел. Раздался взрыв и салон наполнился паром. Возникла паника. Только я увидела, что какие-то крыки слышала. И шум. И пара такая начала выделяться, знаете, в автобусе. Я увидела и я сгадала, что моя дитя на спереди. В страху, в шоции такому. Одна женщина тягнула мою дитину за руки туда, на выход. А дитину сзади кто-то, ну, люди же пробирались. И дитину толкнули. И вот такая залеза, вот такая вот залеза. Дитина ударилась всюди в голову. Еще трех пациентов с тяжелыми ожогами экстренно отправили во Львов. Серьезнее всего пострадала восьмилетняя девочка. Она в реанимации. Мама 25, у дитины 27-28% опеки. Опеки в основном гостеприи. Это, которые будут потребовать долготервивального лекования, инфузийной терапии, антибиотики, терапии, местного лекования. Это такие на месте часа. В компании перевозчика, которая, кстати, работает всего два месяца, утверждают, мол, маршрутки каждое утро проверяет механик. А водитель опытный, почти с 20-летним стажем. В АТП утверждают все из-за слишком крутого подъема. Версию происшедшего от водителя мы так и не услышали. Он рано утром выписался из больницы. В полиции открыли уголовное производство. Виноватым грозит до пяти лет лишения свободы. Пострадавшим пообещали денежную компенсацию. В стоимость билета входят услуги страховой компании. Диана Клочко, Ирина Саевич, Юрий Мельник. Подробности телеканал Интерхлевовская область. В Херсоне может остановиться весь электротранспорт. Местные депутаты не выделяют на него денег. Их горожане устроили сегодня митинг возле гурсовета, где в это время проходила сессия. Требовали увеличить финансирование школ, больницы, коммунального транспорта. Они уверены, денег в бюджете даже больше, чем необходимо. Особенно людей возмутило то, что на второе полугодие депутаты не запланировали ни копейки для компенсации проезда льготников. Настолько крупные города, и везде там все оплачивается. А в Херсоне у нас даже это забрали. И пытаются, что мы вообще теперь будем или нищими, или ходить в бассейн. Я даже не представляю, что это будет. Для нас это очень чувствительно. Для пенсионеров минимальная пенсия. На данный момент в Херсоне образовался профицит бюджета порядка 100 миллионов гривен. При этом городская область во главе с мэром цинично урезала социальную сферу. То есть медицину, образование и культуру. 200 тысяч всего запланировано на все больницы города из необходимых 2 миллионов. Экономия по-австралийски, свадьба на морозе для британцев и гигантский айсберг, который угрожает мореправателям. Об этом и не только в нашем обзоре. Австралийцы начали экономить на грузчиках. В последнее время все чаще можно видеть, как люди перевозят технику и мебель в общественном транспорте. Метро Брисбена остановили мужчину, который пытался таким образом перевезти сначала холодильник, а затем и диван. По местным законам крупногабаритный багаж в общественном транспорте возить запрещено. В результате предприимчивому австралийцу пришлось заплатить штраф. От Антарктида откололась рекордная глыба Альдар. Айсберг весом в 1 триллион тонн был частью шельфового ледника Ларсен. Впрочем, для ученых это не стало неожиданностью. Ведь за трещиной во льду они наблюдали больше 10 лет. Если гигантский айсберг отнесет ветром на север Антарктики, он может угрожать судам в этом регионе. Джули Баум и Том Сильвестер станут первой британской парой, которая сочетается узами брака в Антарктике. Знакомы они уже 11 лет. Оба работают на британской исследовательской станции Роттера. Дата церемонии пока условная. Свадьба может состояться в ближайшую субботу или воскресенье. Все зависит от погоды. Как бы там ни было, влюбленные уверены, лучшего места для бракосочетания им не найти. Самый популярный вомбат в мире собирается отметить свой первый день рождения. Ради животного в парке собираются устроить настоящий праздник с шариками, угощениями и гостями. История малыша по имени Джордж год назад покорила миллионы пользователей в сети. Его маму сбила машина. Детеныш тоже едва не погиб. Его спас случайный прохожий и принес в парк рептилий в перегороде Сиднее. Вомбат настолько привязался к одному из ветеринаров, что буквально ходил везде за ним по пятам. Видео с забавным животным набрало 40 миллионов просмотров. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok